Сейчас люди по всей стране заряжаются новогодним настроением и делают они это не самым обычным способом Например, прямо сейчас за мной люди с помощью обычного бенгальского огня и мандарина которые уже наверняка есть у вас у всех в запасе создают необычный научный эксперимент, результат которого вас поразит Ожидание Нового года наполнено особой атмосферой волшебства и счастья когда каждый человек хочет верить в чудо и ждет исполнения своих желаний Одним из самых любимых моментов новогодней ночи является, конечно, бенгальский огонь Мало кто знает, но разнообразить празднование можно необычным сочетанием мандаринов и бенгальского огня Пользователи сети интернет уже вовсю экспериментируют и транслируют это в своих аккаунтах социальных сетей Сам опыт выглядит достаточно просто Бенгальский огонь помещают наполовину в мандарин и потом поджигают Огонь доходит до мякоти фрукта и, казалось бы, из-за влажной среды плода огонек должен потухнуть Но законы физики позволяют сделать из мандарина не только лакомство, но и самый настоящий фонарик В интернете набирает популярность тренд, где люди помещают бенгальский огонь, подожженный в мандарин И мандарин играет таким неким фонариком Что за магия? Мандарин сырой, мандарин непрозрачный Почему так происходит? На самом деле магии никакой нету Все это законы физики и законы оптики, которые позволяют мандарину светиться, когда мы помещаем в него горящую свечу Как вы понимаете, если мы засунем бенгальский огонь, незажженный в мандарин, то никакого света не будет Поэтому никаких химических реакций в этой системе мы не наблюдаем А с точки зрения физики бенгальский огонь горит и освещает изнутри наш мандарин А мандарин, в свою очередь, освещает поверхность, потому что он является прозрачным Он прозрачный, так как существует закон Бугера-лампер-тебера, который утверждает, что интенсивность света, проходящая через некоторую среду непрозрачную, спадает по экспоненту Так, ну, вставляем бенгальский огонь Немного кривого, да, и поджигаем его Наверное, свет нужно будет потушить Пока просто бенгальский огонь в мандарине Да, пока он горит, он пока вне мандарина, он находится, по сути, в воздухе Как только он заходит в мандарин, так как температура горения бенгальского огня порядка 1100 градусов, он, так сказать, испаряет все, что там находится внутри И поэтому есть кислород, он не успевает затухнуть Вот, и мы видим, что немножечко-немножечко изнутри сочится и проходит свет от мандарина Ну, и запах, да, жженый какой-то, вот такой сахар или еще чего-то Вот, он вот проходит, проходит и выходит из мандарина То есть он продолжает гореть? Да, он продолжает гореть после того, просто он не тухнет И этот эффект можно пронаблюдать даже используя простой светодиод Нам не обязательно брать в руки какую-то сложную такую схему, да, горячую Вот, берем просто светодиодик, вставляем внутрь И если он интенсивный, мы увидим его свечение сквозь мандарин Для некоторых людей зрелище выглядит удивительным Но если разобраться, то законы физики и оптики объясняют и упрощают все При этом атмосфера эксперимента не становится менее волшебной Пользователи в сети обсуждают нюансы Как именно поставить бенгальскую свечу в мандарин Есть два варианта Вставлять макушкой свечи внутрь или чуть обрезать нижнюю часть проволоки, за которую обычно держится руками И поставить так, чтобы часть, которая должна гореть, оказалась в мандарине Вот смотрите, у нас палец есть, да, вот он непрозрачный По сути, я смотрю вот свет и не вижу ничего, что сквозь палец находится Но как только я возьму более интенсивный свет, допустим светодиод от смартфона То мы увидим, что палец начинает светиться Вот, прекрасно видно, что он некоторого такого оранжевого свечения Это можно объяснить тем, что именно этот спектр, да, и звучение проходит через палец Именно этот диапазон, вот, световой А все остальные гасятся, они поглощаются нашим пальцем Аналогично мы можем увидеть это и на других фруктах А именно на винограде, на банане, ну и вообще на всех остальных Потому что основная масса вообще любых фруктов и овощей – это вода Вода является на самом деле прозрачным материалом И поэтому видеть свечение, проходящее скорость эту среду, довольно-таки легко Самое главное – не забывать про безопасность и очень осторожно подходить к эксперименту Эксперты напоминают, что бенгальский огонь – это в первую очередь разновидность ручного фейерверка И зажигать его в местах, где находятся легковоспламеняющиеся предметы, не стоит Валерия Карташова, Аделя Файзулина, Универ Новости